Во Владивостоке сегодня стартовал Восточный экономический форум, четвертый по счету и самый представительный за все годы. Съехались представители большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В работе форума принимает активное участие Владимир Путин, он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретился с представителями деловых кругов, чтобы обсудить инвестиции в Дальний Восток. Подробности у Алексея Петрова. Встреча президента России с деловыми кругами стала одним из самых обсуждаемых событий форума. В зале руководители крупнейших компаний. Многие уже вкладывают в дальневосточные проекты, другие готовы инвестировать. Путин подчеркивает, как много значит развитие Дальнего Востока для всей страны. И потому бизнесу зеленый свет. Наш безусловный приоритет это поступательное, комплексное развитие всего Дальневосточного региона. За последние годы мы запустили здесь целый ряд механизмов для стимулирования деловой активности, включая льготные налоговые и административные режимы, сопровождение крупных проектов. Конечно, здесь еще очень-очень много нужно сделать. Территория просто колоссальная. Это, само собой разумеется, мы это понимаем и отдаем себе в этом отчет. Но, тем не менее, наращиваем пропускную способность железных дорог, мощности морских портов. Стремимся к созданию максимально комфортных условий для притока капиталов на Дальний Восток России. Но развитие это не просто вложение денег. Речь должна идти о внедрении самых современных производств. На Дальнем Востоке много высокотехнологичных предприятий, где строят гражданские военные самолеты, суда. А костяк таких коллективов – тысячи высококвалифицированных специалистов. Важно, чтобы зарубежные инвесторы, ну и вообще любые инвесторы, приходящие на Дальний Восток, находились, что называется, в плену стереотипов, а принимая решения, ориентировались не на вчерашний день, а на будущее. А Дальний Восток сегодня открывает большие перспективы для бизнеса по самому широкому кругу и спектру вопросов. И это уже не только традиционные отрасли, такие как добыча и первичная переработка сырья, транспорт, торговля. Перспективное развитие региона мы связываем с укреплением его научно-технического и образовательного потенциала, с открытием производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Поэтому в первую очередь будем поддерживать инициативу по созданию высокотехнологичных, наукоемких производств, качественных, высокопроизводительных рабочих мест. Особый интерес к Дальнему Востоку у Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин гость особого значения. Вот его лайнер во Владивостокском аэропорту Кневичи, а это уже на острове Русский. Председателя КНР приветствует Владимир Путин. И вопросы двустороннего сотрудничества выходят на первый план. «Признательны вам за решение приехать к нам на Восточный экономический форум. Это самая представительная крупная делегация, насчитывающая почти тысячу человек. Это и понятно, потому что объём наших отношений очень большой. Это касается и торговли, 87 миллиардов. В прошлом году, в этом году мы почти наверняка выйдем на 100 миллиардов. У нас доверительные отношения в сфере политики, безопасности, в сфере обороны. Мы знаем, что вы лично уделяете большое внимание развитию российско-китайских отношений. Мы регулярно снимаем контакты. Я рад возможности принять вас в России». Уважаемый господин Путин, дорогой мой друг, я очень рад быть во Владивостоке. «Я был здесь 8 лет назад, и сейчас я вижу огромные перемены. И искренне рад за ваши успехи». На форуме тысячи китайских бизнесменов. Кто-то общается на английском, кто-то через переводчика. Но есть и такие, кому переводчик не нужен. «У нас всё-таки культуры есть много общего. Нам, как китайцы, я сам докажу, нам легче общаться с русскими. И у нас быстрее найдём общий язык. Это очень важно для бизнеса. Нам сейчас, как бизнесмен, надо поднять уровень экономических сотрудничеств, чтобы совпадать с уровнем политических отношений». Китай – крупнейший экономический партнёр России. Его доля составляет около 15%. В прошлом году товарооборот увеличился почти на треть – до 87 миллиардов долларов. Ещё на треть он вырос за первое полугодие 2018-го. Среди крупнейших совместных проектов «Ямал-СПГ» – в нём участвует ещё и французская «Тоталь». Строится вторая очередь Тяньваньской АЭС. Но особые отношения России и Китая – это не только масштабные проекты, но и поддержка в сложных ситуациях. Всероссийский центр «Океан» во Владивостоке в своё время принял на отдых почти 900 пострадавших от землетрясения китайских детей. В России, я знаю, есть пословица – не тот друг, кто на Перу гуляет, а тот, кто в беде помогает. Именно в этом заключается искреннее чувство дружбы между нашими народами, а также ценность российско-китайских отношений. Результат переговоров – подписание целого комплекса документов. Владимир Путин и Си Цзиньпин подводят итоги. Речь о развитии сотрудничества в самых разных сферах. В центре внимания и международная обстановка, в том числе ситуация на Корейском полуострове. Поддерживаем предпринимаемые руководством Республики Корея и КНДР шаги по восстановлению двухсторонних отношений и надеемся на результативность очередного межкорейского саммита в Пхеньяне. Важным элементом общего процесса урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова естественно считаем и нормализацию отношений Корейской народно-демократической республики и Соединённых Штатов Америки. Важный нюанс. Сотрудничество России и Китая должно развиваться в том числе и на уровне регионов. Алексей Петров, Александра Терпугова, Кирилл Пузырный, Геннадий Корнеев. Вести. Владивосток.